Здравствуйте! Это новости Дагестана. На связи с вами Джамиля Шарипова. Мэрия Махачкалы закрывает город и вводит особый режим в дни празднования Ураза Байрама. С 23 по 26 мая фактически вводится карантин. Въезды и выезды из города будут перекрыты. Движение ограничено, в том числе для пешеходов. Передвигаться по городу в эти дни разрешено только автомобилям скорой помощи и экстренных служб, ремонтным бригадам коммунальных служб, а также мусоровозам. Также будет приостановлена работа продовольственных рынков и ярмарок. Нарушителей карантина будут привлекать к административной ответственности по статье 6.3 Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Очередная партия новых машин скорой помощи поступила в Дагестан. Они оборудованы всем необходимым и адаптированы для пациентов с коронавирусом. Спецмашины оснащены аппаратами для искусственной вентиляции легких. Автомобили также обладают высокой проходимостью и способны добраться к самые отдаленные населенные пункты региона. Часть из них уже разъехалась по районам республики. В ближайшие дни ожидается поставка еще 17 карет скорой помощи. Первый в Дагестане полевой госпиталь обустроен в Буйнакске и уже готов к приему пациентов. Он был развернут по поручению Владимира Путина для борьбы с коронавирусом. Госпиталь рассчитан на 100 коек и предназначен для стационарного лечения жителей Буйнакского района. Передвижное подразделение поможет значительно снизить нагрузку на центральную городскую больницу и медицинских работников Буйнакска в целом. Госпиталь оборудован шестью аппаратами ИВЛ с увлажнителями и мониторами наблюдения за пациентами, рентгенографическими аппаратами, а также аппаратами УЗИ и анализаторами крови. Работу в медучреждениях будут обеспечивать 135 военнослужащих, 72 из которых медицинские специалисты и 38 единиц техники. Ожидается, что второй подобный полевой госпиталь будет развернут в Ботвихе. Муфтият Дагестана в очередной раз призывает мусульман отмечать праздник Ураза-Байрам дома, исключительно в кругу семьи, не посещать кладбище родственников и друзей. С обращением по этому поводу выступил заместитель муфтия Абдулла Салимов. Уважаемые братья и сестры, мы надеемся на то, что каждый из нас, проникся серьезностью этого момента и проявив сознательность, останется дома, не станет отправлять детей на улицу собирать сладости, воздержится от посещения кладбища и ограничится поздравлением родственников по телефонной и видеосвязи, сохраняя свою жизнь, своих близких и окружающих людей. Помимо этого, в столице по инициативе Духовенства Республики и администрации Махачкалы размещены информационные баннеры, призывающие не нарушать режим самоизоляции. Мои коллеги опросили горожан, чтобы узнать, как они собираются провести праздничные дни. Детей никуда не отпускают. Все дома. Не будем дома с семьей. Так что, как все добраться. Из-за пандемии будем дома, все-таки заборем. Планирую отмечать у себя дома. Так, Аллах распородился в этот раз. Что делать? Придется отмечать у себя дома. Потом и наверстаем, иншаллах. Везде идет коронавирус, из-за этого лучше дома отмечать. Чтобы спокойно всем было, и своими, и родными, и близкими, и друзьям. Мы будем просто дома семейным кругом отмечать, накроем стол, без гостей, только мы семья. Ну да. Тоже пустан так сказал, если можно дома посидеть, подождать, потом, пока уйдет вирус, и так дома вместе отмечать. Дома сидеть. Не выходить из дома. Сам буду отмечать дома, и всем остальным тоже советую. Только дома. Настоятельно просят прислушаться к мнению духовных наставников и сами врачи. С начала эпидемии потеряны сотни жизней. Десятки врачей погибли, спасая других людей. Поэтому игнорировать этот призыв по меньшей мере безответственно. Дорогие мои земляки, обращаюсь к вам, как к врачу с 35-летним стажем. Дорогие мои родные, немножко у нас эпидемия идет на спад. Становится меньше больных. Становится меньше тяжелых больных. Смертных случаев в последние дни почти нет. Но это все большая работа, которую сделали и вы, потому что были на изоляции дома. И мы, потому что делали все, что возможно для того, чтобы вылечить больных. Но если сегодня мы не послушаемся наших духовных наставников, мы не послушаемся врачей. И будем праздновать наш Ураза Байрам, как всегда мы его праздновали. Если мы будем ходить друг к другу, если мы нарушим все эпидемиологические нормы, будет вторая волна. И эта волна будет намного тяжелее, чем первая. Потому что месяц мы сидели дома, держали Уразу. Иммунитет у всех низкий. Взрослые люди ослабленные. У всех стрессом иммунитет снизился. И все эти факторы приведут к тому, что заболеет большее количество людей. Что заболевание будет протекать тяжелее. Тяжелых больных будет много. И, следовательно, смертей тоже будет больше. Я вас очень прошу, послушайтесь, пожалуйста. Нужно этот праздник провести дома. А вот как планируют провести праздник одна из дагестанских семей, в гостях у которой побывал наш корреспондент Хамза Нурмагомедов. Все предыдущие годы семья Абакаровых отмечала праздник в селе. Навещали в первую очередь дедушку, а затем и всю родню. На этот раз коронавирус продиктовал свои условия. Я и моя семья, и мои дети будут сидеть дома. Мы совершим праздничный намаз дома. После этого, я надеюсь, хозяйка и дети чем-нибудь порадуют, какими-нибудь вкусняшками. Мы будем созваниваться со своими близкими и родственниками посредством видеосвязи, посредством просто звонка. Посидим, поговорим, пообщаемся, потерпим столько, сколько надо для того, чтобы после этого с живыми и здоровыми сесть, посидеть, чай попить, поговорить и пообщаться. Праздничный стол обещает порадовать кулинарными вкусностями. Однако такого разнообразия блюд, как в прошлом году, не будет. Ситуация с пандемией отразилась и на финансовой стороне семьи. Так как мы, Макамирослов сказал, каждый год отмечали у дедушки, и гостей было много, мы, в общем, рассчитывали на приходящих людей и старались готовить максимально такие блюда, которые было бы удобно быстро согреть, быстро подать. Но разнообразие было большое. В этом году, так как мы сами, мы дома, у нас много блюд не планируется в меню. Ну, как бы покушать мы любим, но не такие большие, и такие, чтобы это всё сразу за один день съесть. На самоизоляции непросто не только взрослым, но и детям. В своё время они занимают чтением, играми, просмотром телевизора и, конечно же, помогают маме. Пандемия особенно омрачила детишкам долгожданный праздник. Они не смогут ходить по домам, получать подарки и сладости, как делали это в предыдущие годы. Во-первых, нас не пустит папа, а во-вторых, как бы уже самого настроения нет, чтобы собирать. И, наверное, многие даже дверь не откроют. Ну, не будем собирать. Ну, как бы мы жить ещё хотим. Слишком молодые. Дверь дома в праздничный день, к сожалению, будет закрыта для гостей. На ней будет записка. Всех любим, поздравляем, но просьба не стучать и отнестись с пониманием. Ответственность за жизнь своей семьи и детей перед Всевышним важнее и превыше осуждения родственников и друзей. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Более двух тысяч семей получили помощь на полтора миллиона рублей. Таковы промежуточные итоги акции «Вместе сможем». На протяжении всего периода самоизоляции молодёжная организация «Вертал» помогает жителям республики, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Тему продолжит Курбан Рагимов. В день у Роза Байрам рекомендовано оставаться дома. Дети не пойдут собирать сладости, но их любимые лакомства уже доставили на дом. В канун праздника активисты общественной организации «Вертал» в очередной раз развезли продукты по селам Лакского, Кулинского и Новолакского районов. Видя, как разворачивалась ситуация с пандемией, кормировалась во всём мире, и можно сказать, когда эта зараза дошла до нашей республики, мы со своей командой собрались и решили, что именно во время самоизоляции мы будем помогать людям, остро нуждающимся людям, чем можем. Плава Всевышнему, именно к преддверию праздника у Роза Байрам, наша акция получается самая масштабная. Мы будем раздавать пайки, продукты питания, сладости для наших детей и сирот около на полмиллиона рублей. Проект «Вместе сможем» запустили в конце марта. Вот уже третий месяц волонтеры ежедневно развозят продукты первой необходимости по домам. Начинали с Махачкалы и Каспийска, а когда к сбору средств всё чаще стали присоединяться щедрые благотворители, помощь стали оказывать жителям горных районов. В акциях задействовано 30 волонтеров, добровольцы прошли онлайн-курсы и знают все правила работы в условиях эпидемии. К нам звонят люди, некоторые говорят, что они работали где-то, кто-то в кафе работал, посудомощица, к примеру, и они лишились работы и не могут найти пропитание, не могут найти еду на месяц. Мы именно таким людям доставляем вот этот паёк. По словам активистов, свою руку помощи землякам протянули некоторые политики и общественники, а также спортсмены, артисты, блогеры и представители республиканских министерств. Ну, когда проходит беда, человек, если даже враждует между собой, или два народа враждует что-то, но всё равно беда сплачивает людей. Акции проводили также и в районных больницах, медперсонал обеспечили готовой едой и фруктами. Спасибо вам большое за этот трудный момент. Для Ларского района молодёжная организация проводит такие акции, проводит гуманитарную помощь. Это большое дело, тем более, как вы вместе с замоком. Стоимость одного продуктового набора примерно 700 рублей. Упакован он с расчётом на две недели. За три месяца акция охватила 2300 семей. Для тех, кто также желает внести свою лепту в это доброе дело, открыт сбор средств. Пакетники с продуктами, которые мы вот так возим по определённым адресам и помогаем нуждающейся семье. Поэтому всем обращаюсь, у кого есть возможность физическая, материальная и моральная, принять участие в этой прекрасной акции. Курбан Рагимов, Довут Гасанов, телеканал ННТ. Около шести тонн продуктов для нуждающихся. В преддверии праздника Ураза Байрам в рамках всероссийской акции «Мы вместе» продуктовый набор и получит более 7 тысяч малоимущих, которые находятся на учёте. Каждый набор включает самое необходимое. Так, за сегодняшний день 6600 наборов уже отправились в 27 районов. До 30 мая продуктовую помощь получит 20 тысяч людей. В этой мероприятии приняли участие социальные работники Минтруда, волонтёры и представители общественных организаций. Это была последняя новость в этом выпуске. Берегите себя и своих близких. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова